Работы по сохранению объектов культурного наследия в Ирбите продолжаются круглый год. И на глазах у ирбичан здания, которые много лет пугали своих жильцов и прохожих обшарпанными стенами, превращаются в настоящее украшение улиц нашего города. Но нередко проводимые работы вызывают и недовольство сторонних наблюдателей, ведь далеко не все знают о причинах принимаемых решений. Начавшаяся весной этого года реставрация здания школы номер один на улице Свободы уже не раз становилась поводом гневных комментариев в социальных сетях. Очередной, проведенной накануне работы по спиливанию двух старых лиственниц на территории школы. Пользователи высказывали недовольство таким решением, не принимая во внимание, что тому есть веская причина – аварийность деревьев. Причем одно из них создавало угрозу даже не самой школе, а жителям соседнего дома. В прошлом году во время грозы несколько огромных случаев было сломано, и они буквально-таки повесли над оградой нашего соседа. В прошлом году он написал о том, чтобы, попросил о том, чтобы это дерево в целой безопасности все-таки спилили полностью, потому что оно создает угрозу его семьям. Я его вполне понимаю. При сильном ветре действительно ветки могут упасть, получается. У него маленькие дети, но и здесь мне пришлось, конечно, выбирать, то есть дерево, либо безопасность семьи. Непростое решение пришлось принять и в отношении дерева, которое росло у самого здания. Его корни проросли в фундамент и не давали провести работы по его гидроизоляции. Попытка же решить вопрос частичным удалением корней. Ситуацию только усугубила. При разработке верхних грунтов, верхних слоев, дерево потеряло устойчивость в связи с тем, что корни поверхностные, и образовался, скажем так, крен дерева. Это повлекло бы за собой, скажем так, неконтролируемое обрушение ствола. При этом директор школы Роман Горбунов категорически отверг возможность того, что и оставшиеся три вековые лиственницы тоже будут спилены. Более того, по его словам, и на место поваленных деревьев будут высажены новые. В данный момент мы выбираем те сорта деревьев, которые можно садить, скажем так, желательно, конечно, с корневой системой, которая растет вглубь и которая может развиваться именно в тени. И будет после того, как закончится работа здесь, то есть озеление будет проведено. Отметим, что школа номер один на сегодняшний день не единственный объект культурного наследия в городе, где идут активные работы. А ближе всего к завершению они на Кирово-60. Здание здесь почти полностью готово. Так что сегодня решаются задачи по его приспособлению к современным условиям и созданию комфорта для жильцов. Заканчиваются работы по благоустройству территорий в связи с тем, что планировки поменялись земельного участка. Исполнены все работы по фасадным мероприятиям. Заводятся инженерные сети и коммуникации для полноценного использования объекта для приспособления. Потому что когда объект передавался заказчикам, сетей у этого объекта не было никаких. Ни водоснабжения, ни канализования, ни отопления. Здесь было только электричество. Сейчас объект этот полностью получается сетями снабжен. Отопление у них централизовано, канализация централизована. И водоснабжение тоже централизовано. Полностью объект получается у нас готов к современному использованию. Отделочная работа на объекте завершается. Я думаю, что к началу августа этот дом будет готов принять жильцов.